Как устроено множество решений уравнения x и y равно z в квадрате, как устроено множество решений уравнения x квадрат плюс y в квадрате, равняется z в квадрате, в натуральном числе. И как это связано с деревом Калкина-Вилфа и с алгоритмом Ифлина. Что такое дерево Калкина-Вилфа, я на этом уже тебе рассказывал. Разумеется, я сейчас не буду надеяться на то, что вы помните про это самое дерево, и поэтому буду рассказывать, как если бы никто ничего не знал. Начну с алгоритма Ифлина. Скажем, если у нас есть число 28 и число 21, то наибольший общий делитель этих чисел, такой же, как наибольший общий делитель у числа 7,25, такой же, как наибольший общий делитель у числа 7,14, такой же, как наибольший общий делитель у числа 7,7, и он крайний синий. Чем я пользовался, когда я писал эту строчку? Я пользовался на самом деле очень простой вещью. Если есть какие-то два числа, два целых числа, то если я отниму от большего из них меньше, а меньше я перепишу, то наибольший общий делитель не изменится. То есть идея алгоритма не плита. Ну, кстати, обычно на самом деле не пишут так подробно, а сразу переходят от этого к ответу. И обычно, когда объясняют школьникам, то говорят так, что если вам дали два числа, то разделите n на m с остатком. Будет какое-то частное и какой-то остаток. И записывают, что наибольший общий делитель числа n и числа m это есть наибольший общий делитель числа r и числа m. То есть от числа n остается только остатка. Это, конечно, замечательно, но подумайте, мы же можем взять и от числа n по одному отнимать, отнимать и отнимать это самое m. Если мы отнимем q раз, то как раз и получится то же самое. Поэтому не обязательно делать так, а можно вот за несколько раз все сделать. Так, поскольку вот это равенство является чрезвычайно важным, давайте я не поленюсь и его докажу. Итак, почему наибольший общий делитель равен? Потому что если у вас число n делится на какое-то число d и число m тоже делится, то что это означает? Это означает, что n это dx, dx какое-то целое число, а m это dy, dy какое-то целое число. В таком случае, n минус m это есть dx минус dy, то есть d умножить на x минус y. Ну, замечательно, значит, это тоже делится на число d. Значит, если у вас числа n и m делятся на какое-то число, то и разность тоже делится, но и m по-прежнему делится. Наоборот, представьте себе, что числа n минус m и m делятся на какое-нибудь там число c. В таком случае, n минус m это cz, m это ct, где z это целые числа, а значит, n это cz плюс ct. Ну, то есть c умножить на z плюс d, а это делится на c. Идею поняли? Поняли идею. Отлично. Значит, получается, что если у вас есть общий делитель здесь, то он же будет и здесь. И если у вас есть общий делитель у этих числа, то он же будет и здесь. Ну, и значит, наибольшие множества совпадают, то есть просто множество общих делителей совпадает. Таким образом, когда вам дали абсолютно любые числа, ну, я не знаю, сейчас у нас 2015 год, и какое-нибудь еще число? 1645. А? 1645. 1645, например, да. Вот. Замечательно. Хотим мы посчитать у них наибольший общий делитель. Так, ребята, я вот эту вот ноту прекращу писать, потому что, ну, понятно, что каждый раз имеется виду, что нот. Мы от этой пары можем перейти, если мы читаем, то к чему? Сколько будет? 115 минус 45, 70, правильно? В паре 70, 1945. От этой пары мы перейдем, ну, здесь будет очень долгая история, 70 и, сколько там, числа 245, если мы читаем, 70. 1875. 1875. 1875. Замечательно. А здесь сколько будет? 1875. 1875. 1875. 1875. Слушайте, а можно я не буду дальше писать? Считайте, что все понимают, да? Что мы так пойдем, 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 пойдем. Единственное, давайте догадаемся, до чему мы в конце готов дойдем. До остатка отделения числа 1805 на 70, правильно? Ну, давайте посмотрим, что это за остаток. Что это за остаток? Будет 55. Значит, в какой-то момент мы придем к паре 70-55. Ну, замечательно. 70 минус 55, 15. 15. 40-15. Да. 15-40. 25-15. 15-25. 10. 15-10. 5-10. 5-10. 5-5. Ну, и, значит, ответ наибольший общий делитель равен 5. Так работает алгоритм Евгрида. Повторяю, чаще всего, когда рассказывают, под эту вот идею постепенно вы читаете 70, говорят так, что лучше разделить застатки, это быстрее экономить. Ну, а с другой стороны, это не так важно. Так вот, ребята, сейчас я задам себе простую картуз. Можно ли вот эту картину оформить в виде какого-нибудь дерева? Снимите курки, достаньте лишней надежности всех, потому что тот человек вас бы даже немного быстрее. Здесь не 100. Всё, ладно. Можно сказать, что сколько. А сколько здесь на руках будет? Ну, сколько. Сколько? Двести? Сколько? Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. На первом ряду 14, на втором 15, да? Ну, значит, где-то хорошо, 14 в среднем ряду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть заполненных ряду, ещё чуть-чуть не заполненных. Скажи, пожалуйста, сколько будет 6 на 14? 8 на 14. 8 на 14. Так что с учётом родителей всё-таки больше 100 наберётся. От вами заполненных ряда, это всё-таки тоже 4 на 14 найдётся. Не в том дело. Мы с вами, начав с любой пары чисел, движемся по алгоритму Эвклида до момента, когда числа совпадутся. В этот момент, естественно, мы объявляем, что нашли наибольшую пятёрки. Так вот. Ясно, что, скажем, для пятёрки движения есть, и движения для случая, когда наибольший общий делитель будет равен, единице. Возьмём какую-нибудь пару. Потом возьмём ещё пару. Ещё пару. И посмотрим, нет ли в этих траекториях чего-нибудь похожего. Ну, какие есть точно взаимопростые числа. Три-четыре. Например, три-четыре. Отлично. Например, сейчас возьмём их побольше. Двадцать и семнадцать. И что-нибудь ещё предложите? Сто четыре и пятьдесят семь. Сколько? Семь-двенадцать. Семь-двенадцать. Это мне гораздо больше нравится, чем ваши большие. Значит, итак, три-четыре переходит в пару. Три-один. Переходит в два-один. Один-один. И на этом останавливаемся. Отлично. Двадцать-семнадцать. Переходит в три-семнадцать. Три-четырнадцать. Три-одиннадцать. Ну, ребята, дальше всё понятно. Я быстро пишу. Три-восемь. Три-пять. Три-два. Один-два. И, наконец, один-один. Так. И теперь семь-двенадцать. Это будет семь-пять. Два-пять. Два-три. 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 Два-один. И один-один. Есть что-нибудь общее или нет? Последние две скобки. У всех общие. Вот это. И вот это. Согласитесь, что это одно и то же. Правильно? Да. Таким образом. Да-да-да. И, конечно, кроме цеха тоже. Везде один-один, один-один, один-один. Если я возьму какую-нибудь еще пару. Давайте. Здесь на доске есть место. Что-нибудь. Тринадцать двадцать семь. Тринадцать двадцать семь. Тринадцать двадцать семь. Тринадцать семь. Тринадцать семь. Ну и дальше можно и выписать. Сколько там было. Три-один, два-один, три-один, один-один. Три-один, два-один, один-один. Это вот это. Ну что? С одной стороны, это не такие уж большие совпадения. С другой стороны, есть общее такое ощущение, что у вас заканчивается все это за одну и ту же пару, значит, начав с любой очень большой пары взаимопростых чисел, вы все-таки в какой-то момент будете получать маленькие числа. И у нас крайне невысокое, чтобы это не препарат, а именно мы можем переходить от пары n плюс n к паре nm и мы можем переходить от пары nf плюс m к паре nm. То есть, смотрите, вот эта пара получается только из двух разных возможностей. Таким образом, мы приходим к идее дерева Халкина-Билфа. Дерево Халкина-Билфа обычно изображают так. Вверху пишут не пару один-один, а дроби. То есть, не точку с запятой, а такую глинотальную черту. На самом деле это не так важно. Потому что я спокойно мог везде здесь писать в виде дроби, разницы не было бы никакой. В дроби тогда появилась пара чисел этих знаменаций. Так вот, дальше делают так. Пишут здесь одну вторую, а здесь две первых. Здесь делают следующим образом. Пишут одну треть, три вторых, две третьих, а здесь две первых. Давайте я попытаюсь сформулировать, что же это за правило. Если у меня есть какая-то дробь, а разделить на б, то я пишу здесь а разделить на а плюс б, а вот с этой стороны я пишу а плюс б разделить на б. Пожалуйста, посмотрите на эти два правила и поймите, что на самом деле это одно и то же. Понятно или нет? Вам что это одно и то же? Да, понятно. Просто у нас вот здесь вот они написаны так, а можно было бы написать в виде дроби. Так? Сейчас еще чуть-чуть напишем дерево Калкен-Вилфа. Еще пару этажей я советую написать. Здесь будет одна четвертая, четыре третьих, три пятых, пять вторых, здесь будут две пятых. Пожалуйста, меня проверяйте. Пять третьих, три четвертых, здесь будут четыре первых. Ну и у меня на самом деле еще хватит на доске места на один этаж. Не то, что хватит места, я, конечно, мог бы и побольше написать, но просто жалею времени. А главное, каждый из вас при желании может написать до скольких хочет этот самый ряд. Одна пятая, пять четвертых, четыре седьмых, семь третьих, три восьмых, восемь пятых. Что принципиально важно? В дереве Калкена-Вилфа встречаются, причем ровно по одному граду. Все, без исключения, дроби не сократимые, у которых числитель и знаменатель взаимно простые числи. По одному разу встречается каждая такая дробь. Я сейчас это, конечно, должен вам объяснить. Хотя на самом деле, если вы задумаетесь, то поймете, что это я уже сказал. Это совсем просто понять. Смотрим, как же эти вещи связаны. Скажем, вот здесь. Одна первая, одна вторая, одна третья, четыре третья. Одна первая, одна вторая, одна третья, четыре третья. Видите, что вот эта верхняя наша территория, она есть в дереве Калкена-Вилфа? Есть? Замечательно. Смотрим теперь здесь. Одна первая, две первых, две третьих, пять третьих. Одна первая, две первых, две третьих, пять третьих. Дерево Калкена-Вилфа так называется потому, что его придумали в самом конце двадцатого века. Смотрите, как я вам сейчас рассказываю. Кажется, что это должен был знать Евгклид. Потому что то, что я вам сейчас сказал, это фактически алгоритм Евгклида. Согласны? Да. Замечательно. Так вот, Евгклид это не знал. Алгоритм Евгклида знал. А то, что это можно нарисовать в виде такого дерева, не знал. Ребята, математика развивается гораздо медленнее, чем могла бы. Можно было придумать там уже в Древней Греции. Придумываются там, вот, сюда и сейчас. А можно некоторые еще и не придумали. Смотрите. Почему это дерево называется дерево Калкена-Вилфа? Потому что удалось понять, что здесь не просто написано числить, а на самом деле, вот смотрите, здесь два, здесь два, здесь три, здесь три, здесь два, здесь два. Видите, да? То есть это все время одно и то же. И удалось найти явную форму для этого самого дерева. А именно, удалось сформулировать функцию, кстати, абсолютно неожиданную, абсолютно неожиданную функцию, которую изобрели в середине 19 века, а, повторяю, значение не ее для алгоритма юбилита, поняли только в конце 20 века. Так вот, функция такая. «Количество способов представить число в виде суммы степеней двойки, где ни одна из них не повторяется более чем дважды. И под каждым из них напишем, сколькими способами это можно сделать. Ну вот, например, единица — это единица и по-другому не скажешь. Один — единственный способ. Ноль — это вообще ничего править не надо. Никаких слаграев — это тоже единственный способ. Теперь двойка. Двойка — это или двойка, или один плюс один — два способа. Тройка — это один плюс два, иначе не скажешь. Четверка — это или четверка, или два плюс два, или два один — один — это три способа. Пятерка — это или один плюс четыре, или один два — два способа. Что такое шесть? Четыре плюс два, четыре один один, два два один один. Ребята, пожалуйста, меня проверяйте, потому что я могу как-нибудь способ забыть. Все понимают, писать один плюс один плюс один уже нельзя. Понимаете, да? Можно, как бы, вот здесь написано, не более чем дважды. Не повторяется трижды, четырежды, нельзя. Два раза можно повторять, если хотите. Что такое семь? Семь — это один плюс два плюс четыре. Это один единственный способ. Что такое восемь? Или восемь, или четыре четыре, или четыре два два, или четыре два один один. Четыре способа. Девятка — это или восемь плюс один, или четыре четыре один, или четыре два два один, А, по-моему, больше вариант длинный. Так, десятка. Работа такая. Ей можно заниматься, понимаете, вечно. Да, натуральный ряд бесконечно длинный. Так, господа, давайте... О, да-да, спасибо. Вот видите, я как раз на один случай забыл. Четыре, два, два, один на один. Отлично, спасибо. Так, раз, два, три, четыре, пять. Спасибо вам. Так, ребята, а теперь давайте посмотрим. Посмотрим сюда. Следите за руками. Одна первая. Что такое одна вторая? Опа! А вот этого точно не бывает. Еще два. Где два? Я ведь не зашибся. Как я пишу один способ, и сюда пишу два. Ужас такой. Единственный способ. Почему я сюда написал два? Не знаю. Я тоже не знаю. Так, следите за руками замка. Один-один. Внимательно. Один-два. 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 Два-один. Это вот это. Согласны? Дальше пойдет. Один-три. Дальше. Дальше. Три бега. Дальше. Все видят. Одна-четвертая. А теперь, господа, догадайтесь, что потом будет. Вот не подсчитывай варианты. Какие числа будут? Дальше. 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 Два. Двойка. Дальше. Пять. Пять. Дальше. Три. Три. Дальше. Четыре. Дальше. Один. Один. Ну, господа, зная ответ, я уже могу под него поделаться. Восемь-два-один. Четыре. Четыре. Два-один. Отлично. Пять вариантов. Это уже интереснее. Давайте попробуем. Так. Тринадцать. Тринадцать. Это восемь-четыре-один. Это восемь-два-два-один. Или четыре-четыре-два-два-один. Отлично. Нашел. Так. Пятнадцать. Один вариант двоечной системы никогда не подводила. Восемь-четыре-два-один. Так. А вот теперь два этих столбика, господа, давайте я объясню, как можно их заполнять и заодно просто получу форму. Потому что понятно, что я могу сейчас просто в уме посчитать. Но я хочу объяснить общую идею. Одно из этих чисел четное – это двенадцать. Другое, кстати, тоже четное – это четырнадцать. Так что это случай четных чисел. Потом надо будет еще объяснить вам, как случай, ничего. Так вот, ребята, смотрите. Число двенадцать. Я хочу представлять, что такое двенадцать. Либо есть единицы, либо нет. Если нет единицы, то двенадцать – это удвоенная шестерка. Для шестерки я выписал все варианты. Вот они. Давай теперь я их напишу. Это либо четыре плюс два, либо четыре один один. Последний вариант. Два два один один. Так вот, умножив на два, получаю в одном случае восемь плюс четыре. В другом – восемь, два, два. И в третьем – четыре, четыре, два, два. Вот они – три варианта. Есть другой способ. Написать один плюс один и два раза пять. Что это будет такое? Пятерка, вот здесь вот приписана, два случая. Один плюс четыре и один плюс два. Замечательно. Значит, в одном случае будет один плюс четыре, в другом случае будет один плюс два плюс два. Отлично. Что это такое? Это один один два восемь, а здесь один один два четыре четыре. Господа, я выписал все пять вариантов для числа двенадцать. Не буду их сюда копировать, я считаю, что у меня все в семь. Ровно так же можно было поступить числом четырнадцать. Число четырнадцать – это или дважды семь. А это вот что такое? Это два плюс четыре плюс восемь, да? Два четыре плюс семь. Или один плюс один плюс дважды шесть. Вот эти три варианта. Значит, один один и дважды шесть – это либо восемь плюс четыре, либо один один восемь два два. Или последний вариант – один один четыре четыре два два. Четыре четыре два два. В общем, господа, если вы подумаете о том, что я сейчас вам объяснял, то обнаружите, что вот эта функция, давайте я подозначим h от n, количество предоставлений числа n в виде суммы степеней двойки, где никакая не повторяется более чем в два раза. Так вот, это самое h от n – это вот что такое. Либо надо выписать, как все предоставления числа n в каждом из них все слагаемые двойки, либо надо написать 1 плюс 1, а потом написать все предоставления числа n плюс 1, и там все слагаемые двойки. Значит, будет вот такая вот форма. h от 2n – это сумма h от n, где h от n. Отлично. Это уже очень важное подвижение. Теперь про нечетные числа. Про нечетные числа гораздо легче. Дело в том, что если у вас есть нечетное число, скажем, 2n плюс 1, то у вас совершенно понятно, что вы должны брать единицу. Если вам дали нечетное число 2 плюс 1, то вы обязаны брать единицу, после чего 3 единицы брать нельзя, а 2 нельзя в том, и зачетность. То есть вам надо ровно одну единицу. И после этого надо взять число n и все слагаемые в него, как оно ни разложено, все слагаемые в него. Ну и, естественно, если единицу меньше, h от числа 2n – 1 – это h от числа n – 1. То есть единицу берем, и останется 2n – 2, и при этом нельзя брать единицу. То есть надо удваивать все сложения числа n плюс 1. Я вывел те самые формулы, которые нужны для доказательства следующей явной формулы. Вот это вот – это h от нуля, а это h от единицы. Это я уже объяснял. Это h от единицы, а здесь внизу h от двойки. h от двойки и h от тройки. Здесь, соответственно, h от тройки, h от четырех, здесь опять h от четырех, здесь h от пяти, ну и так далее. Что у нас с вами замечательное получается? Получается, что вот это вот на первом месте, на втором, на третьем. Если наше дерево, которое, повторяю, называется дерево Калкина-Вилфа, подряд слоями, верхнее одно число, потом два числа, потом четыре числа, потом восемь, потом шестнадцать и так далее, то оно будет устроено совершенно замечательным образом. На n-ном месте будет написано h от n плюс один разделить на h от n. Вот теперь давайте подумаем, как объяснить, почему это действительно будет так. Вот смотрите, здесь у нас третье место, да, вот это первое, второе, это третье. Под ним расположено шестое и седьмое. Значит, под n-ном местом у нас на самом деле расположено 2n и 2n плюс первые места. Здесь в знаменателе будет h от двух m, здесь в знаменателе будет h от двух m плюс один, да. В числителе, соответственно, 2n минус один, а здесь будет 2n. Так вот, господа, я должен вам сейчас объяснить, почему вот так вот все замечательно получается. Ну, почему под третьим местом написано шестое или седьмое, там, под, не знаю, там, в общем, под вторым местом написаны третье и... Сейчас, под вторым, нет, четвертое, четвертое и пятое. В общем, почему под n-ном местом написано 2n или 2n плюс первые, я уверен, что вы справитесь сами. Просто посмотрите, тут никакие дроби, никакая комбинаторика, в общем, не нужны, да. Эта вещь простая и... Что нужно объяснить? Нужно объяснить, почему вот эта штука, почему вот эта штука согласуется с нашим правилом образования дерева Калкина-Вилха. Я говорю, вот у нас было правило образования дерева Калкина-Вилха. Все понимают? Замечательно. И вот у нас есть вот та штука. А давайте я вот это правило перенесу, перенесу. Давайте проанализируем ситуацию. Что такое А? Это h от n минус один. Что такое В? h от n минус один это А, h от n это В. А теперь смотрите-ка по нашим формам. h от 2 минус один это что? Это А. Видите, да? А или А? h от 2 n это А плюс В. Все как и закатывали, это А плюс В. Итак, h от 2 n это у нас опять по этой форме. Это А плюс В. h от 2 минус один это у нас по этой форме. Все в точности так, как это было. Таким образом, я доказал, собственно, правило образования IT в Калкина-Вилха. Повторяю, в более подробном варианте эта лекция уже лежит у нас. Так что, кому интересно, можете послушать ее в более длинном варианте. Но мне кажется, что если прочитываться, то вполне нужно было, что называется, понять, как это делать. Значит, все. Алгоритм Евгений, да? Для пары чисел, которые взаимно простые, приводят к бесконечному дереву. Заметьте, пожалуйста, это дерево в каждой своей вершине раздваивается. Сейчас надо перейти к обещанию. Я обещал объяснить, как дерево в Калкине-Вилха. Ну, как вообще дерево связано с двумя задачами. с тем, как решать в натуральных числах уравнения xy равняется z2. И как решать в натуральных числах уравнения x2 плюс y2 равняется z2. На самом деле, вот эта задача чуть-чуть посложнее, но не сильно. Попроще задача xy равняется z2. Ну, давайте посмотрим. Вот есть у нас сравнение x, y и z. Сразу понятно, что, возможно, такая ситуация, что числа x и y имеют некоторой общей множество. Представьте, x – это какое-то там d умножить на a, y – это какой-то d умножить на b. А вот эти a и b уже взаимокрасты. Тогда xy – это dA, dB равняется z2. То есть d в квадрате умножить на a умножить на b – это zB. Обратите внимание, здесь у меня уже наибольший общий делитель чисел a и b – это единицы. Когда произведение двух взаимно простых чисел является квадратом? Ну, здесь, конечно, надо знать основной теремарифметики, что возложение простых множеств не единственное. Я сейчас не буду на этом восстановиваться. На самом деле, если вы подумаете, а еще лучше, если вы узнаете доказательства теоремы о единственном возложении простых множителей, то вы придете к единственному возможному образованию. a – это какой-то квадрат, и b – это тоже предъявленный квадрат. Иначе для взаимно простых чисел не бывает. Соответственно, получается уравнение d квадрат a квадрат b квадрат равняется z квадрат. И для числа z получается формула d, a, b. Ну, соответственно, для числа x формула d, a в квадрате, и для числа y формула d, b в квадрате. Вот так описывается d, a и b – произвольные натуральные числа, в ряду a и b – числа взаимно простые. Так описывается множество решений уравнения xy равняется z квадрат в квадрате числа. Так же, как и в случае алгоритма инфлида, у нас здесь есть вот это вот самое d, общее для всех трех чисел. И так же, как там, я давайте посмотрю сейчас только на те тройки, когда d равняется чему? d равняется 1. Тогда число z – это произведение a умножить на b, число x – это a в квадрате, число y – это b в квадрате. Господа, давайте поймем, как связаны вот эти формы с этим. Ну, во-первых, здесь два числа, а здесь три числа – x, y, z. Но, с другой стороны, если вы знаете x и y, то вы довольно легко находите x, z. Давайте я перевешу к дереву калкину инфа вот в этих новых техниках. В числителе написано число a, в номинателе написано число b, а число z идет третьим. После этих x, y, z. Как называть? Сейчас я все пишу на пьесе. x, y, z. Так, поехали. Один, один, один. Отлично. Это я один в квадрате, да? Ну вот, дальше. Здесь у меня будет один, четыре, два. Здесь у меня будет четыре, один, два. Дальше посмотрим здесь. Значит, надо возводить квадрат. Один, девять. Один, девять, три. Здесь у нас будет девять, четыре, шесть. Теперь здесь возложим квадрат. четыре, девять, четыре, девять, шесть. Здесь будет девять, один, три. Девять, один, три. Так, господа, я, в принципе, конечно, могу и дальше, но мне кажется, что идею уже все понимают. Здесь будет один, шестнадцать, четыре, из чисел один, четыре. Здесь будет шестнадцать, девять, шестнадцать, девять, что такое четыре? Шестнадцать, девять, двенадцать. Так, можно я начнем написать? Считается, что все уже идею будут. Так вот, заметьте. Для случая d равно единице, я сумел выписать все вот эти вот тройки. x, y, z. Между прочим, я даже могу рассказать, каким образом это дерево строится, если не смотреть на дерево Калкина-Вилду. То есть, смотрите, здесь же, на самом деле, я не шумничал. Я смотрел вот сюда, и, так сказать, видите, вот эти числа, скажем, вот здесь вижу три и четыре, соответственно, я здесь писал девять, шестнадцать и трижды четыре, это двенадцать, а ну и так далее. Вот, но мог обойтись без этого. Объясняйте. Вот, если у меня есть в дерево Калкина-Вилдуфа пара a разделить на b, то, как вы помните, из нее получалось a разделить на a плюс b и a плюс b разделить на b. Так, это все будут, правильно? А теперь напишем это в терминах x, y, z. Как это писать в терминах x, y, z? Значит, была какая-то тройка. x, y, z. Давайте я на всякий случай напомню, что это такое. Это a в квадрате, b в квадрате и a умножить на b. Отлично. Из этой тройки получаются две. Смотрите, какие. Одна из них это a в квадрате, a плюс b в квадрате и a умножить на a плюс b. А другая это a плюс b в квадрате, b в квадрате и a плюс b умножить на b. Замечательно. А теперь внимание. Как можно было эти тройки выписать прямо через x, y, z? То очень просто. a в квадрате это x, a плюс b в квадрате это a в квадрате, то есть x, плюс 2ab, то есть 2z, плюс b в квадрате, плюс x. А что такое a умножить на a плюс b? Это a в квадрате плюс ab. Это x плюс z. Ребята, обратите внимание. Из тройки x, y, z я получаю тройку. x, x плюс 2z, плюс y и x плюс z. Здесь уже нет никаких a и b. Я могу напрямую идти от этой тройки к n, минуя все эти слова про a и b. И здесь то же самое. Если я a плюс b в квадрате, то это получается x плюс 2z, плюс y. b в квадрате это и есть у нас y. А здесь у нас с вами получается z плюс y. Таким образом, у меня есть простое регурентное правило, которое по решению уравнения x, y равняется z в квадрате, по тройке чисел x, y, z изготавливает две тройки. Левую тройку и правую тройку. И заметьте, я могу про a и b вообще ничего не говорить. Правило, конечно, не вполне простое. То есть про a и b было все абсолютно понятно. На языке x, y, z, давайте я торжественно нарисую. Значит, тройка x, y, z переходит либо в тройку, или же в тройку. x плюс 2z плюс y, y и z плюс y. Здесь нет никаких a и b. Это просто равен. Начинаем с чисел 1, 1, 1. И если мы будем так до бесконечности раздваиваться, 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 то мы пройдем по всем решениям уравнения x, y равняется z в квадрате. Я сейчас должен вам объяснить, как устроено множество так называемых бифагоровых строек. Я вспоминаю, с чем связано уравнение x квадрат плюс y квадрат. С теорией кифагора. Если вы возьмете прямоугольный треугольник со сторонами x, y, z, то как раз выполняется вот такой равен. И наоборот, если у вас для натурального числа x, y, z такая формула верна, то можно построить треугольник со сторонами. Я сейчас не буду тратить время на доказательные теория кифагора, хотя это очень интересно, замечательно, но, в общем, что за этот день будет другой мужчина. Посмотрите, мне сейчас важно следующее. Точно так же, как в случае уравнения x, y равняется z в квадрате, я могу предположить, что x это d умножить на какое-то число, а я могу взаимно распиливать. И тогда уравнение запишется в таком виде. dA в квадрате плюс dB в квадрате равняется z в квадрате. d в квадрате выносится. Здесь получается a в квадрат плюс b в квадрат. И из этого следует замечательная вещь. z обязана делиться на 2. Потому что здесь z в квадрате и здесь d тоже в квадрате. Значит, z это d умножить на c. То есть, a в квадрате плюс b в квадрате это c в квадрате. Ребята, заметьте, мы получили фактически то же самое уравнение, только на числа a и b наложено условие. Наибольший общий делитель равен делитель. Поэтому, так же как в предыдущем случае, я забываю про это самое число d. И сейчас интересуюсь в следующей задаче. Значит, числа a и b взаимно просты натуральные числа. Меня интересует множество решений вот такого уравнения. a в квадрат плюс b в квадрат равняется c в квадрате. a и b взаимно простые числа. На самом деле, эта история очень важная. Она, во-первых, очень красивая. И когда какого-нибудь там преподавателя просят рассказать что-нибудь школьника, то эффект совершенно замечательный. Человек думает, думает, думает и потом говорит. Я расскажу о том, какие бывают решения уравнения в рациональных числах x квадрат плюс y квадрат равно единице. Мой научный руководитель Манин Риванович рассказывал, что когда он был студентом, то у него был научный руководитель, пожалуй, даже более известный и замечательный ученый Шафаревич Игорь Ростиславович. И Манин был человеком интересующимся, естественно молодым, ну как все молодые, что называется, садорным. Везде бегал, везде смотрел. И представьте себе, как-то раз он сходил на семинар по функциональному анализу. Это есть такая наука. И сияющий, радостный, ему нам рассказали теоремы красивые, пишите какие-то там сирии из красивой учебной теоремы. Сияющий прибежал к Шафаревичу и стал рассказывать Игорь Ростиславович. А представляете, а вот я ходил на семинар по функциональному анализу, они там рассказали там то, то и то. И как потом сам Шафаревич рассказал Манину через много лет, тот вдруг Шафаревич понял еще чуть-чуть, и этот талантливый студент от него уйдет к этим самым, которые занимаются функциональным анализом. И что же это получится? Шафаревич начал его там, то ли год, то ли два уже, так сказать, выложил свои силы, надеется на то, что будет самый-самый-самый лучший. Но он действительно был, в полной подающей надежды, что он был вполне себе радостный человек. Вот, и он уйдет к функциональной анализе, безобразие какое-то. Надо доказать, что алгебра лучше. И тогда Шафаревич вспомнил все, что есть хорошего, по его мнению. И самым хорошим оказалась задача о этих самых рациональных кривых. Ну, по большому счету, задача о том, какие бывают форумы в тройке, но только в чуть-чуть более наукообразном изложении, о том, что бывает такая параметризация алгебраичных кривых рациональными функциями. Некоторые бывают, некоторые не бывают. Это, кстати, именно этой задачей Шафаревич потом начал свою книжку «Рассказ о благопередической геометрии». Так вот, заметьте, и Манин послушал и согласился, что да, это красиво, никакой функциональный анализ в подметке этому не годится. Вообще алгебра – это красиво, замечательно, а функциональный анализ, то есть на семинар можно и походить, но в контактах. Ребята, это действительно красивый сюжет. Разумеется, я буду рассказывать сейчас не так, как Шафаревич Манин, потому что Манин, когда был на втором или на третьем курсе университета, но вот я буду рассказывать так, как это рассказывает Шкулинг. Самый простой вариант. На самом деле, кстати, на «Малом лихмате» это я как-то рассказывал, и это тоже записано, тоже, может, кому интересно, посмотрите, и в более содержательном варианте. Более того, у нас даже была на лектории «Малого лихмата» роскошная реакция о кубических кривых. То есть, нет, там, еще раз, то, что я сейчас расскажу, это, что это самый первый, самый-самый-самый-самый начальный кусочек, там есть очень много гораздо более интересных вещей. Но, сейчас, чтобы все-таки успеть Братеева и чтобы лекция сегодня реально закончилась, я должен рассказать самую простую вещь. Как записывается решение уравнения А квадрат плюс Б, когда равна С квадрат, где А и В взаимно-простые числа. Чтобы с этим разобраться, надо, во-первых, задать себе вопрос, могут ли взаимно-простые числа быть оба четные? Нет, потому что надо оба удивляться. Значит, так бывает, могут ли они быть одно четное, другое нечетное? Известный пример. 3 в квадрате плюс 4 в квадрате – это 5 в квадрате. Ну, соответственно, переставив, получается, четное и нечетное тоже бывает. Могут ли они оба быть нечетными? Да. Вот это ваше вознуждение. Ребята, первый факт об этом уравнении, которое мы должны доказать, что если числа А и В оба нечетные, то ничего хорошего не будет. Уравнение просто не может быть выполнено. Объясняю, почему. Если 2 и 2 в квадрате 1 плюс 2 в квадрате 2 плюс 2 в квадрате 2. И, внимание, что у нас получается. n квадрат плюс n плюс m квадрат плюс m все это умножить на 4 и плюс 2. Господа, не может квадрат числа давать остаток 2 при делении на 4. Объясняю, почему. Если число С нечетное, то квадрат тоже нечетен. А это не бывает в данной ситуации. Если же оно четное, то тогда С квадрат делится на 4. Понимаете, где это? Значит, не бывает нечетное и нечетное. Вот они, единственные варианты. Либо четное и нечетное, а и В. И С, кстати, в любом случае будет нечетным. Отлично. Ну, смотрите. Понятно, что это две симметричные ситуации. Когда А и В. Значит, А четное и нечетное. Или когда А нечетное и нечетное. Поскольку А и В можно переставить, то я рассмотрю только один из этих случаев. Я пишу так. Пусть число А является числом четным. Пусть число В является числом нечетным. Но С, разумеется, тогда тоже нечетным. Я разберу этот вариант. Поскольку другой вариант отличается только при стану хрибу А и В. Мне достаточно понять этот первый вариант. Уравнение А2 плюс В2 равно С2. Я перепишу следующим простым образом. Перенесу В из левой части в правую. Получится А в квадрате. Это С в квадрате минус В в квадрате. С минус В и С плюс В. Это числа четные или нечетные? Четные. Потому что В и С оба нечетные. Значит, это четное и это тоже четное. Поэтому я преспокойненько могу написать так. С минус В и С плюс В. Обозначить какими-нибудь 2К. С плюс В будет 2Н. Мне ответ нужно понять, можно ли через числа К и Н выразить сами числа СМ. Для этого уравнения сложим. Получим 2С это 2К плюс 2Н. 2С это 2К плюс 2Н. Проще говоря, С это К плюс Н. Отлично. С нижнего уравнения почитаем верхнее. Получается 2В это 2Н минус 2К. То есть В это отлично. Я выбрал замечательную формулу. Переписываю уравнение. А в квадрате 2К плюс 2Н. С это К плюс Н. В это Н минус К. Замечательно. Обратите внимание. Могут ли числа К и Н иметь какой-то общий делитель кроме К? То представьте себе, что К и Н делятся примерно на 15. Понимаете, что в таком случае В и С тоже будут делиться на 15? Да. Но если В и С делятся на 15, то и А будет делиться на 15. Получается противоречие с тем, что А и В были взаимопростые числа. Значит, числа К и Н пренепременно взаимно простые. У меня числа А и С были натуральны. Поэтому обязательно Н будет больше, чем К. Замечательно. А теперь возвращаемся к нашему уравнению. А в квадрате это 4К и Н. К и Н взаимно простые числа. Ребята, сегодня оно уже было. В каком случае произведение двух взаимно простых чисел является квадратным? Когда они оба квадрата. Когда они оба квадрата. Когда они оба квадрата. Значит, число Н это какой-то квадрат. Число Н это, например, Х квадрат. Я уже буду заканчивать, поэтому я, давайте, считаю, что этот процесс Х уже все забыли. Число К это какой-то там у нас У квадрат. Замечательно. И теперь что такое А квадрат? Это 4Х квадрат, У квадрат. Значит, А это 2Х и У. А это 2Х и У. А что такое С? С это, господа, Х квадрат плюс У квадрат. А что такое В? Это Х квадрат минус У квадрат. Ну что, я молодец. Я окончательно вывел форму. Давайте я сейчас напишу ее. Значит, итак. А это 2Х и У. В это Х квадрат минус У квадрат. С это Х квадрат плюс У квадрат. При этом напомню, что у меня есть. Х должно быть больше, чем У. Числа Х и У должны быть взаимно простые. Вот на самом деле, если присмотреться, я еще одно условие забыл. Рассказываю. А может так быть, что числа Х и У взаимно простые, а вот эти числа все равно имеют общий делитель. В каком случае? Х и У, если оба четные или оба нечетные. Абсолютно верно. Оба четные не бывает из-за того, что у них общий делитель единицы. А вот оба нечетные нельзя. Так и пишу. Х и У разной четности. Х и У разной четности. То есть, я могу в качестве Х подставлять нечетное число, тогда в качестве У надо будет подставлять четное. И наоборот. То есть, я обязан писать, я обязан писать в качестве Х и У непременно числа разных четностей. Все. Вот это есть классические формулы, которые задают все магородные трубы. Множество решений уравнения, что сумма двух квадратов равна третьему квадрату, на самом деле описывается следующим простым способом. Четное число это 2Х, нечетное это Х квадрат минус У квадрат, и число С, которое на правой части, это Х квадрат минус У квадрат. А вот сейчас, я обращаю Ваше внимание на то, что задача стала намного более тяжелой, чем была раньше. Потому что раньше Вы имели дело с всевозможными парами чисел, когда у Вас не было неравенства, вот это условие, что Х больше У здесь отсутствует. И когда у Вас не было вот этого странного условия на то, что Х и У разной четкости. То есть, смотрите, какой подвиг я должен сейчас слышать. В случае алгоритма Евглита все было просто. Дробь А разделить на Б получалась из двух. Из дроби А разделить на А плюс Б и из дроби А плюс Б разделить на Б. Давайте в терминах пар. Если есть пара А плюс Б, то мы ее переводили в пару А, Б. И если есть пара А плюс Б, Б, то мы ее переводили в то же самое в пару А, Б. Итак, у нас пара уменьшается, 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 выходили до пары 1 на 1, и все отмечает. А вот сейчас хитрая штука. Значит, во-первых, Х и У натуральные числа. Во-вторых, Х больше У. И в-третьих, что еще неприятное, Х и У разной четкости. Давайте я сейчас попытаюсь Вам объяснить, как можно, в принципе, алгоритм Евглита пытаться реализовывать с сохранением вот этих условий. Значит, господа, есть у нас пара чисел Х и У. Числа Х и У большие прибольшие. У меня Х больше, чем У. Аналог алгоритма Евглита. В каждой пшине из точки Х и У происходит движение или сюда, или сюда, или сюда. В случае дерева Калпина-Вилха мы как-то двигались сверху вниз, а не слезу вверху. Потому что сейчас объяснено, как от больших пар переходить к меньших пар. Да, как улучшать, улучшать, улучшать. Давайте подумаем, как вот это правило мы с Вами можем расписать, что называется, в обратном направлении. На самом деле, это очень легко. Давайте вот это преобразование назовем первое, второе и третье. Первое преобразование, второе преобразование, и третье преобразование. И запишем их в форму. Представьте себе, что вот эта пара, это какая-то пара КН. Отлично. Вопрос. Из чего она получается? Вот если Х-2У это К, а У это Н. То что такое Х? Х это, очевидно, К-2Н. К-2Н. Так. А Н это, собственно говоря, Н. Отлично. Дальше. Вторым преобразованием и, наконец, третьим преобразованием, что у нас получается? Представьте себе, вот это у нас К, это У. Н это Х-2У. Значит, тогда на втором месте у меня будет стоять К. Так. А на первом месте, да не минус, почему. Х-2У это Н. Значит, Х это Н плюс 2А. Теперь третье преобразование. Значит, опять у меня вот это вот К, вот это вот Н. Давайте соображать, что здесь будет. Здесь будет число К. Здесь, что такое Х? Ой. Значит, 2К-Х равняется Н. Значит, Х это 2К-Н. К больше, чем Н. Поэтому 2К-Н это, безусловно, положительное число. Поэтому не надо бояться того, что здесь минус. Все замечательно. Я должен показать вам, как эти преобразования, собственно говоря, работают. Немножко придется сейчас посчитать. Немножко придется сейчас посчитать для того, чтобы нарисовать дерево для вот таких вот хитрых штук. Поехали. К какой паре все в конце концов сведет? Пара чисел, разные черты. Понятно какая? Пара 2-1. А здесь у меня будут линии. Первого типа, второго типа, третьего. Первого, второго, третьего. Первого, второго, третьего. Первого, второго, третьего. Господа. Взяли пар 2-1. Математический результат, который я вам сейчас рассказываю, как ни странно, был получен довольно исторически недавно. 1970-й год. Причем, что забавно, получивший его математик, понятия не имело дерево-колотной лифы. То есть он, независимо ни от чего, понял, выписан все вот эти формулы. Ему было гораздо сложнее. Нет, вообще любое, которое в первый раз делает гораздо сложнее. В каком-нибудь смысле, сила математика, то сколько он пробил задачи просто силой. Потому что это потом может быть только что-то решено. Но приходят люди, которые видят, что могут быть и там болевчик, и там болевчик. 4-1. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 3-2. 3-2. 3-2. 3-2. 6-5. 6-5. 9-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-4. 9-2. 9-2. 9-2. 9-2. Это правда? 7-2. 12-5. 12-5. 12-5. 12-5. 8-5. 7-2. 12-5. 8-3. 8-3. 8-3. 9-3. 9-4. 8-3. 7-3. 8-3. 9-3. 9-3. 9-3. 10-3. Цвет. 19-3. не застаримся. Следующий ряд. Строго говоря, мы ведь не доказали, что когда у вас есть фара, то такое преобразование уменьшает сумму каплеров. Хотя, на самом деле, здесь была сумма ЭК плюс ТН с К плюс ЭК уменьшилась. Здесь было К плюс ТН, здесь тоже уменьшилась. Здесь было 3К минусы. Надо понять, почему это больше, чем К плюс ЭК. Ну, понятно, почему. Это и носит сюда К, мы читаем 2Н меньше, чем 2К. Это правда. Потому что, ребята, вот это преобразование уменьшает сумму чисел и при этом оставляет все в порядке с 3Б общим делителем, не меняет его, и четность вылечит равной четности. Вы ставили равной четности, так что я все догадал. Итак, что теперь нужно для того, чтобы это решить на радостной ноте электрику? Нужно объяснить так же, как я это сделал для уравнения xy равняется z квадратом? Как можно нарисовать все множество решений уравнения а квадрат плюс b квадрат равняется c квадратом, если при этом ничего не говорить про вот эти вот числа? То есть, понимаете, какая идея? Мы, конечно, знаем, что а это 2xy, y, b, c, это там x-ray, 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 x-ray. Но как можно составить эти решения, если при этом говорить только о числах а, b, c и запретить говорить о числах x, y и так далее? Ну, ответ очень простой. Так же, ровно так же, как мы это сделали в том случае, смотрите, что мы можем сделать. Вот, у нас, у нас четко есть картинка. Раз, два, три. Давайте посмотрим. Значит, у нас есть пара чисел k, n. Из нее преобразование номер 2, из нее преобразование номер 1 и преобразование номер 3. Давайте вспоминать, что это такое. Это k плюс 2n и n. Отлично. Здесь n плюс 2k и здесь k. И, наконец, здесь 2k минус n и k. Встречаем. Теперь вспоминаем, что такое а. Это есть 2k n. b это у нас k в квадрате минус n в квадрате. c это k в квадрате плюс n. Отлично. Здесь что такое новое число а? Это 2k плюс 2n умножить на n. Это новое число а. Что такое новое число b? Это k плюс 2n в квадрате минус n в квадрате. А новое число c это k плюс 2n в квадрате плюс n в квадрате. замечательно. Так, если мы раскроем скобки, то 2k n это ничто иное, как а. 4n в квадрате ну давайте поймем, что такое 4n в квадрате. Это надо сложить их, получится 2n в квадрате умножить на 2. 2н в квадрате т. 5н в квадрате с это л и �� б pag возвращ к д л ова Продолжение следует...